Всем привет, вы на канале TGR. Сегодня посмотрим, что сможет показать встроенная графика Intel UHD 630 в играх. Напомню, что тест в Таркове на этой графике уже лежит на канале. Если не видел, посмотри. А сегодня протестируем некоторую консолятину. Разумеется, снова запись с экрана на камеру. Почему именно так, объяснил в ролике с тестом в Таркове. Там же подробности всего ПК с железом. Как обычно, в последних тестах установлена у меня Windows 10, официальная версия Pro, скачанная с сайта Microsoft. Так что, если тебе нужна такая же, качай с официального сайта Microsoft образ, устанавливай, а ключ для нее можешь купить на GVG Mall. И не забывай применить вот этот промокод для скидки. Все ссылки и промокод лежат в описании к этому видео. А сейчас приступаем к тестам. Так, ребята, встройка у меня, к сожалению, работает. Ну, на материнской плате есть только DVI-выход. HDMI нету, поэтому на карту захвата не могу записать. Надеюсь, будет вам видно, в общем. Как вы видите, вот у меня здесь указано, что это Intel UHD 630. Разогнана она до, по-моему, 1200 МГц всего лишь. То есть, там буквально соточку сверху накинул и все. Ну, память у меня 2400 в двухканале. Обычно это DR4. Это у нас Intel QNCT 6-ядерный 12-поточный процессор Mutant. Как видим, в GTA нам доступно 8 гигабайт видеопамяти для настроек. У нас тут поставлено 720p, ну, то есть, 1280 на 720 HD разрешение. Вот так, секунду. Включено сглаживание FXAA, ну, самое обычное, в общем. Так, давайте зайдем дальше. Ну, DirectX 11, само собой. Здесь все на стандарт... А, вот, отражения на высоких стоят. Просто, чтобы они были тут либо стандарт, либо высокий. Я поставил высокий, потому что на стандарте их, по сути, там и нет. А, остальное все, по-моему, выключено на минимум. Да, все выключено, в том числе и тесселяция. Нет, тесселяция не выключена, она на стандарте. Ее можно полностью выключить, но я оставил на стандарт. Еще, пожалуй, низотропные фильтрации накинул 4X. Пусть будет, не будет лишним, скажем так. Ну, и, пожалуй, все. Ну, дополнительные настройки там все выключено. То есть, никакого масштабирования, чисто нативное 720p. Давайте погоняем, посмотрим, что будет. Так, я сейчас убавлю громкость в игре, чтобы не сильно орала она. Чтобы меня было слышно. Как видим, я надеюсь, вам видно, блин, 49-48 FPS на встройке интеловской. А благодаря сглаживанию, ну, вам на камеру, конечно, картинка будет вообще не пойми какая. Но, короче, играть вот с такой картинкой гораздо лучше, чем на каком-нибудь Xbox 360. Вот я вам скажу, у меня есть Xbox 360, у меня там есть GTA, там картинка хуже, чем здесь. При этом там и FPS не всегда даже 30 бывает. А здесь у нас 46-45, да что вы так орёте. Сейчас я ещё потише сделаю. В общем, нормалёк, вы посмотрите, 49-48 FPS. И, наверное, у вас, как и у меня, уже возникла мысль, а может быть, попробовать Full HD? Давайте попробуем. Вдруг оно ещё и Full HD потянет. Надеюсь, меня хорошо слышно, ну, более-менее хотя бы. Я разговариваю на петличный микрофон, не знаю, как он там сейчас себя поведёт на этой камере. Врубаем Full HD. Сохраняем. Ну, вам теперь FPS будет, наверное, нифига не видно. Поэтому, ну, не, FPS до 22 провалился. 22, 23, не, 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 не канает. А вот 900p давайте ещё попробуем. 1600 на 900. Если 30-ка стабильная будет, то это уже нормально, потому что на Xbox 360, да и на всех предыдущих, вот, и PlayStation 4, там 30 с просадками. Так что, если здесь будет примерно так же, то на 900p... Смотрите, вот сейчас 30-ка есть. Ровно 30 сейчас прям показывает. 32, 33, 30. Я не успеваю следить за дорогой и смотреть на FPS, чтобы оно озвучит. 29, вот сейчас просадочка небольшая, 28, 31. Но при этом график времени кадра вообще ровный. То есть фризов вообще никаких, ни малейших фризов нет вообще. Знаете, что я бы даже сделал? Я, наверное, даже сделал вот что. Я сейчас поставлю Full HD. Обратно. Ставим Full HD. Да, сохранить. Но при этом мы в дополнительных настройках сейчас масштабированием немножко уменьшим. Чтобы у нас меню все нормально показывало, без всяких лесенок. Масштабирование поставлю на 75%. То есть 3 четверти. Посмотрим, что из этого выйдет. Будет ли хотя бы 30-ка стабильная. 35. Нормально. Можно играть вполне. Вообще, на встройке, ребята. На встройке играем в GTA V. Люди себе приставки и компьютеры какие-то там суперигровые покупали, чтобы в эту игру поиграть. Так, еще и картинка более-менее нормальная. В зале я вам не могу ее нативно показать, как я уже сказал. У меня на материнской плате нет HDMI выхода. А карта захвата у меня работает только по HDMI. Поэтому, к сожалению, приходится вам на камеру показывать. Я не знаю, как она это будет записывать. Надеюсь, нормально. Короче, вот 32 кадра. Меньше 30 теперь вообще не просаживаются при таких настройках. При этом у нас есть отражения на машине, которых нету, например, на Xbox 360 и на PlayStation 3. Здесь они есть. Здесь у нас есть какое-никакое сглаживание, а не затрупная фильтрация. В общем, нормалек. Играть вообще можно прям. Я удивлен, честно сказать. А учитывая, что эта встройка у некоторых гонится аж до 1800 МГц, я представляю, что будет тогда. Но я не пробовал свою так разогнать. В Мутанте все-таки там с охлаждением кристаллов не так просто. Все там приходится блинчиком обычным охлаждать. Сейчас, кстати, я не знаю, видного мальнета 65-68 градусов на процессоре. Это вообще фигня. В ноутбуках эти процессоры греются гораздо сильнее. Там до 90 градусов они греются, и это считается нормой. Я надеюсь, слышно все, что я сейчас говорю. Блин, потому что я не уверен. На камеру, на петличку давно себя не записывал. 38. Короче, нормально. Forza Horizon 4. У нас тут 720p. Полностью низкие настройки. То есть все, что возможно, полностью убито вниз в ноль полный. Так, сохранить и продолжить. Посмотрим, сможем ли мы тут ездить. 27, 29. Ну, скажу я так, управление при этом не ватное. Для этой игры, хотя... Блин, что-то... На телефон отвлекся смска, пришла какая-то... Так вот, о чем я? Управление, вот когда 27, да, начинает, конечно, немножко ватнеть, но в целом, я думаю, будет хуже, потому что, ну, все-таки динамичная такая игра. Машина едет со скоростью, блин, 200 км в час, и как бы любые тормоза в игре чреваты последствиями, так сказать. Но за счет того, что график времени кадра плавный, то есть у нас фризов, никаких статоров нет, это позволяет, в принципе, играть. Я скажу так, когда-то мы играли в GTA San Andreas, я вот лично играл. У меня была видеокарта MX440 NVIDIA, это полное днище, если кто-то не в курсе, можете загуглить. И у меня там еще стоял Celeron D к этому всему, и я там в GTA San Andreas при разрешении 800 на 600 играл примерно с 20 кадрами. Там 20-24 в редких случаях у меня было, и я прошел всю игру, то есть мне тогда не казалось это, ну, чем-то прям таким плохим. Так что, повторюсь, при желании, вот видите, тут 30 у нас, в принципе, бывает частенько, то есть не сильно, на самом деле, не сильно просаживается, до 27 бывает, но не сильно и не часто. Вот сейчас, видите, 27, ну, на заставках 22. Короче, поиграть можно. Так, ну, ребята, еще решил попробовать Far Cry 5. Не знаю, видно вам или нет, короче, HD разрешение, то есть 1280 на 720. Настройки полностью низкие. Кстати, сглаживание ТАА, мне кажется, его надо вырубить, оно, скорее всего, тоже сожрет у нас пару FPS. Уберем его, посмотрим, что будет. Самое, самое жесткое здесь, это масштабирование. Здесь, как и в Таркове, я поставил 0,5 от HD разрешения. Я не знаю, что сейчас будет, давайте посмотрим. Запускаем тест. Ну что, пока что, смотрите, 44-45 кадров, но картинка, я не знаю, вам на камеру, может быть, не видно, но она просто вся в сплошной лестнице, как будто графика из каких-то 90-х годов, но при этом она трехмерная, то есть диссонанс такой в голове возникает, пиксельная все, но трехмерная. Не псевдо-трехмерная, как в Doom'е в первом каком-нибудь, а прям трехмерная, но пиксельная. Это странно выглядит. Возможно, даже кому-то это показалось бы играбельным, то есть кто-то, может быть, даже так бы эту игру и поиграл, за неимением никаких вариантов в наше время сейчас так, что видеокарты не купишь. Тем не менее, смотрите, пока что у нас минимальный FPS 30 кадров. В основном, вот в среднем 35, максимальный 45. Сейчас я попробую еще сделать то же самое, но все-таки включу сглаживание, посмотрим, сильно ли просядет. Потому что в Таркове ТАА сглаживание на 5-10 кадров просаживало, ну, производительность. Но без сглаживания, конечно, больновато смотреть, честно говоря. Давайте-ка. Так, так, так. Ой, блин, какие средние. Низко, низко. Я пошутил. Сглаживание ТАА. Снова тест запускаем. Ну, конечно, стало поменьше лесенок, но мыло, конечно, лютое, но я думаю, что так все-таки лучше. Лучше вот к такому привыкнуть, чем играть, просто смотреть сплошные пиксели. Хотя так кажется, что немножко плоховато со зрением стало у меня. То есть мне хочется сейчас как будто бы очки надеть, хотя я их никогда не носил. Но по производительности, смотрите-ка, в этой игре ТАА сглаживание вообще никак не влияет. То есть показатели FPS точно такие же практически. Максимальный 42, средний 35, минимальный 30. Так что здесь сглаживание, в принципе, можно оставлять включенным. И я вот не посмотрел, интересно, здесь есть настройка резкости. Сейчас бы поверх вот этого сглаживания еще резкости чуть-чуть наболтать, или шарпа так называемого. Было бы хорошо, если здесь оно есть. Вот как в настройках NVIDIA или Radeon, например, можно сделать, прямо в настройках драйвера самого, что там можно немножко такой резкости подкрутить. Сейчас посмотрим, есть ли здесь такая возможность в настройках. Контраст точно есть. Гамма, контраст, режим для дальтоников. Эх, к сожалению, нет. Вот жаль. Было бы хорошо, если бы здесь можно было резкость крутить. Тут бы вот при таких настройках подкрутить сверху резкость, я думаю, было бы вполне играбельно. В Таркове такая настройка есть, поэтому там это нормально смотрится. Гораздо лучше, чем здесь. Тем не менее, смотрите, минимум 30 FPS при большом желании. Даже на этой стройке можно Far Cry 5 пройти. И повторяю, это бенчмарк. В бенчмарке всегда FPS чуть ниже, чем в самой игре. Потому что натуральный бенчмарк, он показывает максимальную нагрузку. Ну, ребята, и посмотрим еще Red Dead Redemption 2, пожалуй. У нас тут разрешение 1280 на 720. Кстати, Red Dead Redemption тоже показывает, что у меня якобы 8 гигов в видеопамяти. На самом деле, естественно, это не так. Все полностью на низкое. Все, что только возможно было полностью-полностью на низкое, на низкое, на низкое. И разрешение, еще масштабирование разрешения стоит на 0,5, так же, как и в Таркове, так же, как и в Far Cry было. Давайте посмотрим, можно ли вообще хоть как-то поиграть. Хотя мы видим даже в меню уже 20-25 кадров. Ну, мало ли. Cinematic Experience, так сказать. Смотрите-ка, тормозу. Ой, лошадь пропадает периодически. У лошади шерсть. Там что-то тоже куда-то исчезает. Ну-ка, давайте сейчас на ней попробуем быстренько помчать. Что будет, если я просто вот так вот прямо... Давай, помчали, помчали, помчали. Ну что, смотрите, 29-28 FPS. Конечно, бывают местами небольшие статоры, я вот вижу, проскакивают. Я пока не знаю, с чем это связано, потому что ГПУ показывает на 98% нагрузку. О, сейчас был фриз. А ну-ка, в лес сейчас заедем. Там, в лесу сейчас будет жопа, наверное, полная. Лес это самое... А, вот, видите, в момент, короче, когда текстуры более детальные подгружаются, например, вот листья прогрузились, еще что-то, начинаются фрезы жесткие. То есть это, в первую очередь, из-за того, что здесь нет видеопамяти, а используется медленная DDR4 память. Вот, где деревья вдалеке, они как бы немножко смазаны, а когда они прогружаются, происходят такие вот статоры и фрезы. Особенно, когда деревьев сразу много прогружается. Ну, естественно, если просто по равнине бегать, где деревьев поменьше, то у нас вот возвращается, в принципе, на кинематографичный, скажем так, 25 кадров, иногда 30 проскакивает. Я не знаю, что было бы в городе, в Сен-Дени, если приехать, но я даже не буду проверять, на самом деле. Я догадываюсь, что там 15-20 кадров, наверное, будет. Да что ты брыкаешься, устала? Так и скажи. Короче, посмотреть, вот так вот окрестности поскакать немножко, осмотреть. Если вы тут что-то разглядите, конечно, при желании можно, но не знаю, надо ли. Мне кажется, уж на крайний случай можно найти хотя бы какой-нибудь GTX 650 простую на 1 гигабайт, и она всяко будет побыстрее. Хотя тут есть вопрос. Вот смотрите, здесь у нас видеокарта встроенная может как бы использовать дополнительный объем видеопамяти, вот в данном случае, точнее оперативной памяти, в данном случае она у меня вот использует больше 2 гигабайт, немножко больше 2 гигабайт. А вот когда у вас у видеокарты 1 гигабайт, то будет все упираться в этот 1 гигабайт. Дальше уже неоткуда ей будет брать. Поэтому не знаю вопрос. У меня, кстати, помните, если сейчас это видео смотрят олды, так сказать, в 2017 что ли или в 2018 году, я забыл, по-моему, в 2017 году, я вам показывал тест Таркова на GTX 650, и я там на ней же еще играл в Warface, еще там во что-то в GTA, по-моему. И эта видеокарточка у моего родственника находится, то есть я ее не себе покупал тогда, если вы помните. Я могу, в принципе, у него ее взять, погонять на пару деньков и заснять для вас тест, что она сейчас может показать. Потому что в наше время, смотрите, следы даже отрисовываются. Я думал на минималках их не будет. Так вот, GTX 650 на 1 гигабайт можно, в принципе, еще раз прогнать. Я думаю, что в Таркове, во-первых, будет все уже гораздо лучше, чем тогда, потому что масштабирование и все такое. Если даже на встройке можно играть, то на 650 это подавно, потому что производительностью GPU 650, по-моему, 0,8 терафлопсов. Вот у этой встройки 0,445. То есть 650 примерно в два раза производительнее вот этой встройки. Но вот там есть косяк, говорю, там всего 1 гиг. Пусть GDDR5, но все-таки 1 гигабайт памяти. Пожалуй, да, наверное, я возьму у него эту видеокарту и попробую заснять видосы про нее. Ну, в целом, можно, говорю, поскакать. Фризов вроде сильных нету, но, блин, конечно... Не, вот сейчас проскочили. Ну, короче, играть в это, конечно, невозможно. Особенно, вы представьте, если будет перестрелка, прицелиться тупо просто будет неудобно, потому что, блин... Хотя, смотрите, прицел вроде бы даже не лагает, если вот так вот им отрелять. Может быть, даже получится прицелить. Ну-ка, вот давайте сейчас на зайца проверим. Я живых животных никогда не убиваю, не стреляю, ничего такого, поэтому... О, смотрите, я зайчика успел подстрелить даже. Значит, еще, в принципе, более-менее люди тут так быстро не умеют маневрировать, как зайцы. Так что, я думаю, можно еще и по перестрелке... В перестрелке, может быть, еще не все потеряно даже. Скажем так, графика похожа примерно на PlayStation 2. Вот как они играют на PlayStation 2, вот она похожа. Хотя, тут видно, что прорисован мир гораздо лучше, чем в любой игре на PlayStation 2, так что... При очень-очень-очень-очень-очень большом желании, я думаю, что поиграть можно, но не в онлайн, конечно. В онлайне тут вообще делать нечего с такой графикой. В одиночку пройти, я думаю, можно. Вот примерно с такой графикой мы играли в GTA San Andreas, в моей юности, так сказать. Попал, но не добил. Нифига себе, он помчал. Я осуждаю убийство животных вообще. Так что, если вы хотите убивать животных, делайте это в игре, а не в реальности. Короче, убежали они от меня. Ну, в общем, так. В общем, на встроенной графике можно поиграть не только в Dota или Counter-Strike, но и в GTA V, в Forza и даже в Tarkov. Так что, покупка процессора Мутанта QNCT за 5800 рублей, это на данный момент выгодная покупка не только с точки зрения процессорной производительности. Но, как-никак, но можно поиграть вообще не имея никакой видеокарты. Напомню, что купить этот процессор можно по ссылке в описании. Для этого в описании зайдите в раздел игровые компьютеры, там будет сборка за 43 тысячи номер один, вот в ней как раз лежит этот процессор, материнка, память, все что нужно. Спасибо вот этим мужикам за подписку на мою Boosty страницу, им доступен наш закрытый чат, в котором можно обсудить игры, железо, кино и не только. Поэтому, если тоже хочешь стать такой VIP-персоной, попадать в каждое видео и получить доступ в наш закрытый чат, подпишись на Boosty TGR, ссылка в описании. Там же в описании полно полезных ссылок на игровые компьютеры, ноутбуки, мониторы, второй канал про кино, в общем загляни ты уже большой мальчик, я думаю сам разберешься. Спасибо за просмотр и пока.